С начала этого года в Мурманской области зарегистрировано более 290 случаев телефонного мошенничества. В общей сложности преступникам удалось обмануть население региона на 5 миллионов рублей. Методы обмана постоянно совершенствуются. Антон Батаев продолжит тему. С каждым годом телефонные мошенники становятся все изобретательнее. Однако чаще всего злоумышленники сообщают о заблокированной банковской карте. Чтобы исправить ситуацию, звонящие просят сообщить пин-код или пароль в высланном СМС. Итог истории прост. Списание всех средств со счета доверчивого гражданина. В январе потерпевшему, проживающему в городе Мончегорске, поступил звонок от лица представящегося сотрудникам службы безопасности банка. Уведомив о сбой в системе, он попросил потерпевшего сообщить данные банковской карты. Мужчина, не задумываясь, продиктовал злоумышленнику номер и свой код карты. В результате у него было похищено 659 тысяч рублей. Чтобы люди меньше отдавали денег в руки киберпреступников, полицейские вместе с банками хотят создать единую систему обработки сообщений о мошенничествах. Которая будет поступать от всех кредитных организаций. При этом обеспечить взаимодействие как с операторами платежных систем, операторами сотовой связи, операторами с правоохранительными органами соответственно. Если компьютер или телефон были замечены в мошенническом деле, осуществить банковский перевод с их помощью не получится. Однако преступники постоянно придумывают новые методы. Мошенникам используется такой новый вид связи, как СИП-телефония. Это совершение телефонных звонков с использованием сети интернет. То есть он не привязан к определенному времени. Место, точнее, место не привязан. Обычно это идут номера, которые имеют, например, московский код 499-495. Есть и более хитрый способ. Можно позвонить человеку и сделать так, чтобы у него в телефоне при звонке определялся совсем другой номер. Не тот, с которого звонят. Злоумышленник может выбрать любую комбинацию цифр. Конечно же, самым популярным является номер 900. Видя входящий звонок от одного из самых известных банков, люди рассказывают всю информацию о своих картах, о чем потом сильно жалеют. Банки по телефону никогда информации о картах не узнают. Будьте внимательны и не сообщайте свои персональные данные звонящему, даже если он кажется весьма убедительным. Антон Батаев, Андрей Бричко, ТВ21.